Добрый день, мои дорогие друзья! Сегодня, 21 сентября 2024 года, у нас не занятие. Я просто хочу с вами поговорить, пообщаться, поделиться и рассказать, что значит два года, которые вы видите у нас на объявлении. Да, сегодня мы объявляем о том, что нашему проекту ровно два года. Я вам расскажу, как мне пришла идея написания книги «Он и она», как мне пришла идея, и я понимала, что одной книги недостаточно, что нам надо охватить весь цикл, все поколения, и как из условных восьми книг, я намечтала себе такой бокс подарочный, где молодая семья, сказки для детей, учебники и публицистический роман для школьников с семи до четырнадцати лет, где мы им даем знания, высшие знания на примерах из жизни, естественно, веселой истории ситуации. И далее четвертая книга должна была быть и будет явлена. Это четвертая серия для 14+. Я считаю, что это самая важная категория для нас, потому что мы еще успеем рассказать нашему подрастающему поколению новых людей, новой эпохи в двадцать первом веке и передать им даже не свою мудрость. Мы недостаточно мудры. Я в своем проекте «Мудрость жизни-21», который я уже назвала, когда уже писала книгу, «Понимаю, что и говорю вам всегда, что мы собираем мудрость жизни со всех поколений, во все времена, со всей Матушки-Земли». И так рассказываю. Я жила в Швейцарии еще в двадцать первом году осенью. Вот была такая же дождливая погода. Мне исполнилось уже тогда, так сколько, пятьдесят три года. Я подумала, ой, пятьдесят лет я прокосячила. Последние десять-пятнадцать лет я была в теории, я очень много учила, очень много познавала. Но это была теория, это была не практика. То есть я перерабатывала, переваривала ту информацию, которую я получала из книг, те знания, которые были явлены посредством других людей. И как раз было время пандемии. Я пошла, кстати, девятнадцатого сентября позавчера, да, два года назад, с моим другом отмечать мой день рождения. Я заказала прекрасный ресторан «Севен». Он у нас в рукописи отображен. Наши главные герои Андрей, двадцать пять лет, и Мария, дева Мария. Почему дева? Потому что она родилась двадцать первого сентября в двухтысячном году. Её я намечтала. Об этом тоже вам расскажу. Так вот, мы с моим другом приходим в ресторан, а я делала тест, что у меня нет ковида, потому что осенью двадцать первого года без теста ещё было никуда не прийти. Но я его делала девятнадцатого сентября. Я не помню тоже. Нет, не девятнадцатого. А семнадцатого сентября куда-то я там ездила по делам, и мне нужен был тест QR-код. Так вот, я его сделала типа в семнадцать сорок восемь. Мы приходим, значит, в ресторан в девятнадцать часов девятнадцатого сентября, и меня там все знают, официанты, Мишленовский прекрасный ресторан с прекрасным видом на озеро, специально его выбрала в прекрасный день моего рождения, и они мне говорят, нет, у вас QR-код закончился один час двенадцать минут назад. Я говорю, что, стойте с керцандо, говорю я по-итальянски, говорю, шутишь? А он говорит, нет, нет, посмотрите, да, сразу на вы, сразу дистанция. Почему? Потому что у людей было очень много страха из-за этого ковида, с одной стороны. С другой стороны, государство включили все свои полицейские контрольные органы, и если бы, например, была контрольная закупка, они бы пришли и увидели, что у меня просроченный QR-код, очень сильно бы оштрафовали ресторан. Сегодня отсюда, из двадцать четвертого года, я понимаю, что это мошенническая схема, я понимаю, что из лаборатории этот вирус был распространен специально, потому что есть надгосударственные структуры, называются они big pharma, с одной стороны, с другой стороны, платить очень много пенсий, потому что в Европе очень много пожилых людей, которые кто-то живет в домах престарелых, кто-то активный, еще сам может за собой ухаживать, или дети за ними ухаживают. Умирали миллионы людей. Вот страх, страх, страх. О чем мы говорим на всех наших занятиях, о чем я говорю в наших книгах, в нашем проекте. Ты человек, венец мироздания. Ты дитя космоса. И давайте мы не будем слушать других людей, и будем слушать свою интуицию. Болела ли я ковидом? Да. Две недели. Пила компоты, аромамасла уже в январе 22-го года. Да. И все во благо. Я очень много почитала, очень много услышала. Итак, я думала, я видела весь этот страх, страх, страх вокруг. Бергаму, где умирало очень много людей, он был рядом с Луганом. И я подумала, как же мы, я понимаю, я вижу этот купол Ватикана, потому что, по сути, религия Петра и Павла, Павел не являлся учеником Иисуса. И я понимаю, что христианство, потихоньку-потихоньку, проходя через тысячелетнюю темную эпоху, замирало, затухало. Но все изменилось. И даже те знания, те 9 километров библиотек в Ватикане, сегодня все в интернете есть. Поблагодарим тех людей, которые изобретатели, которые из пространства получили эти знания и передали нам. И вот, с 25-го года у нас начинается эпоха Водолея, и мы видим, что любую информацию можем получить. О том, как в 12 лет коррумпировали Гитлера, как его сделали посвященным, о том, как демонизировали и роль Владимира Ильича Ленина, и роль Сталина, человека, который знал многое и знал, как общаться с яркими, тухлыми представителями темных сил. Как работают все эти схемы? Как, я думала, я могу людям по 80-90 лет прийти и сказать, все, что вам рассказывает Ватикан, все неправда, вас воспитывают и культивируют страх и невежество, по сути, все не так. Хотя я свою книгу уже 7-го января я посвятила Иисусу, потому что это великий учитель, лого солнечной системы, и во времена, когда он был воплощен, я была его соседом, меня звали Фаддей, я была мальчиком, я очень любила Иисуса, бегала за ним хвостом. И я поняла, что с пожилыми взрослыми не будем тратить на них время, надо писать о молодежи. И учитывая, что мой сын старший, он вдохновил меня, и, по сути, я начала описывать в виде Андрея, главного героя, 25 лет, который родился, 22 ноября 1995 года. Из первой же главы книги мы видим, как книга начинается, он и она со временем и авторами стали, не просто я, Ольга Лисицына, а Артур и Фьора де Лавито, Арт, Искусство, Ур, Света, Фьора де Лавито, «Аленький цветочек» в переводе на язык мировой, «Цветок жизни». Так вот, я подумала, окей, надо писать для молодежи. Лежала на диване, общалась со своими подругами из Института неопсихологии и сознания нового времени, из фундаментальной школы неастрологии Виктора Слободнюка. И моя подруга астролог, практикующая астролог со стажем в 30 лет, плюс Татьяна, она говорит, я говорю, слушай, ну вот я думаю написать книгу, я думаю, что одной недостаточно, я думаю, что надо делать бокс из восьми книг, я вот вам рассказала, что одна книга должна быть публицистическая, вторая как учебник, толковые слова, рязгука добра, ну по возрасту разные, да? каждому своё. И она говорит, да, конечно, начинаем, вон сейчас Марс, это 22-й год. Марс заходит в Близнецы, семь месяцев там будет, у тебя марсовые стрельцы, давай, поскакала. Я думаю, о, да, действительно, пора уже скакать моим стрельцам и делиться знаниями, и я сделала запрос. Я же не знаю, как это делать. У меня тройка была по русскому языку. Я помню, как в шестом классе я писала сценарий «Бежий лук», домашнее задание. Очень любила писать сочинения, по сочинениям я получала всегда пятёрки, а вот с запятыми вот этим всем у меня были четвёрка, ну, троечка. И даже мама меня в этом году спросила, она говорит, Ольга, а как ты стала писателем? Ты же, ну, так себе пишешь. Я говорю, а у меня крутая команда, у меня доцент русского языка филологического факультета, моя партнёр и соавтор Надежды Седунова. Вот сегодня. Но тогда, когда я лежала на диване в Швейцарии, у меня не было никого. Ну, я отправила запрос жизни, потому что я была уже с ней в диалоге, я уже видела свои прошлые воплощения. И я вышла гулять со своей подругой, которая называет себя Аромафея, она из Красноярска. Благодаря аромам маслам Янкливинг я ей написала в Инстаграме, мы с ней познакомились. Я говорю, слушай, а я родилась в Красноярском крае и прожила там школу, закончила в 16 лет. Ускакала оттуда второй день после выпускного экзамена, потому что там было холодно, там меня избывало отчим, и там меня предали подруги. Сегодня, понимая причинно-следственные связи, что такое карма, я понимаю, что с одной стороны они мне возвращали те негативные энергии, которые я посеяла в их энергоинформационном поле в предыдущем воплощении. И также я понимала, всё, что не делается, всё к лучшему, потому что благодаря этим поступкам с их стороны меня выжили из Норильска. Я там получила опыт, как закаляла сталь, стойкости, как это в минус 40, 25 метров в секунду, под углом 45 градусов, идти в школу. И тогда, да, я и знала, и поняла, что если я прошла 16 лет Норильска, значит, я могу всё. Да, мы люди, я человек, могу всё. Я родилась под полярной звездой, и она освещает мой путь и по сей день. Так вот. Я говорю, Свет, я говорю, Свет, слушай, хочу книгу, начать книги писать, вот такая у меня такая идея. И она говорит, слушай, а у меня приятельница вот из Лугана написала одну книгу, у неё есть ментор. Хочешь, я спрашиваю номер телефона. Я говорю, о, а это ментор называется. Она говорит, да, я говорю, хочу. Но интернет всё слышит и всё знает. И раз мне в какой-то соцсети, чуть ли не в Ютубе, выходит там некая девушка, женщина, которая прокачивает молодых авторов-писателей, и, значит, там есть какой-то вебинар. Ну, я зашла на вебинар сначала на бесплатный. Через 15 минут я выключила, потому что моим стрельцам было скучно и медленно. Я, кстати, не пила, а то с ней растяжки не люблю. Мне скучно и медленно. Вот. И, значит, я знакомлюсь с этой женщиной. Маргарита, по-моему, её звали. В онлайне мы созваниваемся. Полтора часа я рассказываю своё проекте. Ей проект очень понравился. И мы договорились, что она посмотрит своё расписание и посмотрит, сколько времени и как она может уделять. Она мне пишет. Нет, Ольга, я посмотрела. У меня... У вас очень глобальный проект. У меня очень... Вы очень зелёная. У меня... Я эти зелёные даже сегодня одела. И, кстати, обратили внимание, вот 21 сентября. Видео, которое я делала, я с вами поделюсь. 21 сентября в том году из Лугана тоже был дождь. Я была в антидождевой шляпе под зонтом. Потом мой друг Андрей приехал, поснимал меня немножко в центре и в нашем парк Учани, где я рассказываю о Сократе, потому что Моисей Аркадьевич, учитель и наставник Марии, и потом он, естественно, становится наставником Андрея, это воплощение Сократа на планете Земля в 20-м и, соответственно, в 21-м веке. И ресторан Сэвен, откуда вы её выгнали? Ну, я его всё равно люблю. И наши главные герои в последний день, когда они возвращаются домой, потому что 21 сентября Марии исполняется 21 год. Андрей знает, что его мама Фьора, 19 сентября рождённая, педант и любит подарки договорные или деньгами, спрашивает заранее, Мария, а что бы ты хотела, какой подарок на день рождения? И она говорит, я хотела бы познакомиться с моим учителем астрологии, потому что мы занимались в онлайне, и он вселенной дарит бизнес-класс билет, как миллионным якобы пассажирам авиакомпании, потому что, по сути, да, жизнь такие подарки нам делает, когда мы смелые, храбрые и даже несмотря на то, что у Андрея временные финансовые, ну, как бы, ограничения, он смело нажимает на кнопку «Купи два билета бизнес-классом» туда и обратно, ну, вот такой подарок от жизни получает. Как начинается моя книга, которую я начинаю писать 21 сентября? «Планета Земля, 21 век, весна, город Н, страна Н». В моей книге нет фамилий, в моей книге нет городов, потому что я свою книгу пишу для всей молодежи «Планета Земля». Она будет переводиться на все возможные языки по вопросу, по запросу. Вот. И, естественно, обо всём этом Маргарите я ещё не рассказываю. И она мне даёт следующую девушку. Мы с ней созваниваемся. Зовут её Алена. Мы с ней разговариваем минут 30. Я смотрю, что Алена зевает, и ей неинтересно. Ну, ладно, что поделаешь, подумала я. И вот я продолжаю просить жизнь, продолжаю просить вселенную матушку и говорю о том, что, пожалуйста, мне нужен ментор. Я сама не знаю, с чего начать, как делать. И буквально где-то через неделю мне пишет Алена и говорит, Ольга, я помню о вас. Я подумала, что одна моя приятельница может быть вашим ментором и главным редактором. Даёт мне контакт. Я захожу в соцсеть. Вижу красивая молодая женщина, длинные волосы, сидит в медитации, сториз записывает. Всё. Я в неё сразу влюбилась. Я говорю, да, да, конечно, я хочу, чтобы это была она. Она, мы с ней списались, созвонились. Первый кол у нас был 7 сентября. Я уже в 9, уже всё раскладываю по полочкам. Она говорит, Ольга, что бы вы хотели? Я говорю, я хочу написать презентацию, потому что у меня нет финансов оплачивать и твой труд, и содержать себя. Мне нужен спонсор. И, учитывая то, что я статусная была, Оли с Рублёвка Лайф, я написала себе список. Там есть и очень известные люди, которых все мы знаем, но надо же сделать, как бизнес-класс. Я же предприниматель 30+. Поэтому я говорю, вот хочу сделать презентацию. Она говорит, сколько времени ты на это относишь? Я говорю, ну, давай две недели. Она говорит, давай. Значит, неделю я писала, по средам мы созванивались, мы ее разбирали. Картинки я подбирала, все-все-все. Очень классная презентация, кстати, получилась. Она редактировала мои ошибки. Я еще писала, я же уже в Италии прожила 12 лет. Я еще с Италии, плюс 89-го я говорю на итальянском. Я переводила все с итальянского языка. Мне пришлось прерваться, был очень важный звонок. Так вот, и каждую среду мы с Марьяной созваниваемся. Были иногда очень смешные ситуации. Я такая, включая WhatsApp, я в таком ярко-синем платье, и она. Или, например, я в полосатой футболке, и она в полосатой футболке. Мы так хохотали. По сути, мы были с ней, как приемные родители нашей книги. Так вот, я писала и презентацию. Потом, когда я уже книгу начала писать, я сразу предупредила Марьяну. Я говорю, слушай, у меня одно полушарие говорит на русском языке, а второе на итальянском. Поэтому я говорю, ты, пожалуйста, правь там все, чтобы было красиво и правильно. Чем она и занималась. Так вот, 21 сентября, в 22-м году презентация была готова. Список моих друзей, олигархов, видных политических деятелей был тоже готов. Я еще занималась в институте, не в институте, в школе Виктора Слободнюка. И это уже был второй год, второй курс. Я пошла на транзиты. На транзиты, я сейчас не помню, шутимесячный или девятимесячный курс. Так сказать, предсказалка. Но я почему-то совершенно случайно оплатила только один месяц. И вот 21 сентября я сажусь после совещания. Это была среда. Я, значит, сажусь перед компьютером. Рабочий стол поставила, забрала из кладовки. У меня такой красивый диссертант и стеклянный с такими ящичками. То есть должен антураж, где ж писатель? Где ж первый день писатель? Ну и вот. Я такая, значит, села. Идея у меня уже была. То есть я понимала, что главного героя будут звать Андрей. И я стала выбирать такие имена, чтобы они могли быть переведены на любой язык. Андрея, Эндрю, да? Также Мария. Но Месси Аркадьевич это отдельная история. И так как книга «Две жизни» Конкордии Антаровой, там четыре книги, меня вдохновили на данный труд. И я посчитала и сказала, что... Так, что-то проявляется, уходи от него. Я посчитала, что мы, переводчики мудрости жизни в 21 веке, переняли эстафету у Конкордии Евгеньевны, которая, кстати, была альт, по-моему, или контрол-альт, и служила в театре большом, пела няню. А я вам уже говорила, что письмо Татьяны это самое мое любимое произведение. И, кстати, тоже написала Конкорде Евгеньевна. Она была ученицей Станиславского. Это был великий учебник, великий учитель и с большой буквы. Я думаю, что он был мастер. И есть труды, где она пишет именно уроки учителя. Станиславского еще второго, кого-то я сейчас не помню. Ну, так вот. И вот, значит, я села такая, поставила будильник на без 15, а 6, потому что 18 часов у нас всегда были вебинары. Чем мне нравился Виктор и нравится по сей день, тем, что он все занятия ведет в онлайне, и там мы в чате можем задавать вопросы, и очень все позитивно, очень классно. Я вам рассказывала, что сердце у меня открылось благодаря энергии лучезарной Виктора, и его все астрологи даже называют за его вот эту вот позитивность свят. Так вот, свят, свят, свят. Я села писать в бежен лук в 6 классе. Я помню, я писала, я начала писать героев. Значит, Андрей, мужчина, 25 лет, Мария, я так посчитала, я же дева солнечная, думаю, так, 21 сентября дева Мария рождена. Мария у нас тоже дева солнечная. Окей. Значит, я посчитала, что как раз все символично. в 21 году ей, если бы исполнялось 21 год, значит, она должна быть рождена 21 сентября 2000 года. Потом, естественно, антагониста я там, Блэк, владелец клуба и вообще там всяких этих темных схем, где Андрей работал. Ну и все, села. Села, я думаю, что теперь я знаю, что это была потоковая информация и начала писать. Планета Земля, 21 век, весна. Почему весна? Потому что все рождается и возрождается весной. Природа, наш главный учитель. И также пробуждается почка, бутон любви Андрея и Марии в первой же главе притяжения работы Купидонов они встречаются. И по сути я пишу то, что я вижу своим внутренним зрением. Я первый раз это говорю, потому что я часто говорю, что как дизайнер интерьеров я там вижу, что-то чувствую, да, визуализирую, когда я вижу прошлое воплощение, какие-то ситуации на тонком плане. Но тогда это был первый день для меня. И вот я пишу, я такая вся на волне, она творческая, я же сотворец, созидатель. Я еще не знала тогда, что псевдонимом моим будет Фьора де лавита. Я знала и понимала, что, ну да, скорее всего, какой-то будет, должен быть, скажем, европейский. Но потом в мою жизнь меня зашел человек, которого звали Алисандро де лавит, де роза и его папа Амедео де роза, он переводит на, с русского на итальянский язык нашу рукопись, уже 200 страниц перевел, потому что он учился в МГУ, у нас курс годовалый, по-моему, русскому языка, познакомился здесь со своей супругой Ниной, и Нина должна была переводить лекции наше Ялтинское научно-философское общество «Мир через культуру». Но, к сожалению, она умерла после нашего знакомства, и ее супруг Амедео взял на себя эту роль, а Алисандро стал моим приемным, так сказать, сыном. Я его всем представляла, говорила, племянник. Вот. Хочу вам рассказать. Сначала вот я вам сейчас в первой части рассказала, почему, да, и как пришла идея написания книги. Но одно, я понимала, что первое, естественно, это будет фантазия, потому что я не хотела тратить время, свой ресурс на то, чтобы какие-то косяки писать. Про косяки у каждого свой косяк, каждый знает свои проблематики, свою боль, бунт. Я хотела сразу же с первой головы показать, как это за условные дни, эта структура у меня была сразу, дева-дева, до 7 дней создавался мир, 6, я решила 7, так как у нас 7 нот, 7 тел, 7 рич на 7 дней. Но 7 дней я не уместилась, 8 день как бы прощальный, у нас 81 глава. Но пока, потому что мы 5 дней уже откорректировались надеждой, может быть, были небольшие изменения вносить. И у меня там были, например, главы, ну я сейчас в категории листы А4, да, говорю. Были главы там на 5 страниц, а были на 40. И мы, естественно, по мере того, как корректировали, редактировали, у меня команда была редакторов и волонтеров, попутчиков, людей, с которыми я знакомилась, встречала. А вселенная вот так через людей мне помогала, и тогда я прям своими саможить мне показала вот эту поговорку «не имей 100 рублей, а имей 100 друзей». И как я говорила в начале, я думала, у меня нет денег, вот это всё оплачивает, но, как вы видите, два года как, и жизнь через те или иные ситуации, через тех или иных людей даёт возможность продолжать оплачивать труд других людей, каким-то образом себя содержать, вот, потому что бизнесом я на сегодняшний день не занимаюсь, книга занимает всё моё время, ну, там, сделки, реал-эстейта, ещё чего-то происходит, поэтому вся вселенная, вся жизнь помогает. Так вот, я писала мечты потоковые свои, как наилучшим образом идти по жизни в 21 веке молодой паре, как создать эту молодую пару друзей, как дети потом появляются, как вот этот высшее и с нашим земным, да, надземное. Немножко тяжеловато мне сейчас говорить, потому что я после, скажем, работы там с одним человеком, и у нас такое небо тяжёлое, прям чувствую тяжесть на голове, в голове, вот, прошу силы небесные, рот мой небесный, открыть поток, канал, и помочь мне продолжать говорить о нашем прекрасном детище, которое для всех землян, для всей планеты землян создаётся. и как бы случайно, наверное, в 20-м году я познакомилась с Ялтинским научно-философским обществом «Мир через культуру». У них более 600 лекций, фьюар-код мы прилагаем всегда, когда я о них говорю. На Ютубе почти 5 миллионов просмотров, как я говорю всегда, с 1988 года председатель этого общества Алексей Михайлович Алпёров с завидным постоянством вёл эти лекции, и они есть и в аудиоформате, и в текстовом. Я начала их слушать в аудиоформате, но одно слушать, теория, а другое практиковать и действовать каждый свой день, каждый свой серый день, осветлять его своими поступками. И вот есть интервью в 16-м по-моему году у меня брали Швейцария, Луган глазами дизайнера интерьера. Они написали архитектор, но я дизайнер интерьера. Вот, я рассказывала и показывала в Ютубе на Сочи Мудро 21, я уже переименовала наш канал с Мудро 21 в Ютубе именно на Сочи, и ВКонтакте, и в Телеграме, Рутуб, у нас по-прежнему Мудро 21. Переименовала временно, потому что надо быть явленным и проявленным. Я живу в Сочи, поэтому Ютуб должен знать, что наша точка, наш поток, наш проект, настольная книга для больших и маленьких человек, где человек-ученик в веках, 15 миллионов лет назад нам дали разум, вот, и вот эти все лекции я слушала-слушала, потом я подружилась с ними, познакомилась, и они мне прислали всю свою библиотеку, всю базу знаний, и также ранее они сотрудничали с Донецким институтом культуры Арифламма, и эту базу данных мне тоже всю прислали, потом я очень любила и знала практически наизусть на «Семь великих тайн космоса», я попросила Антона, своего друга и соавтора, мне эту книгу в электронном виде всю перевести там с оглавлениями, чтобы я могла, раз, мне нужна, например, тема возрождения вселенной, раз, я туда захожу, нужна Матерь Мира, раз, я туда захожу, всю систему эту организовала, поэтому не было бы Ялтинского научно-философского общества «Мир через культуру», возможно, не было бы и моей книги, нашей серии книг, которой из восьми уже стала двадцать одна книга. Не буду сейчас рассказывать о всем проекте, я многократно о нем говорила, сейчас хочется рассказать именно о первой книге, да, и вот двадцать первого сентября без пяти восемнадцать звонит будильник, я пошла там себе чай сделала, поставила ноутбук на стол журнальный легалый диванчик, у меня пять планет в тельце, поэтому диван это мое любимое времяпрепровождение, она же забава, взяла айпад, чтобы записи делать за Виктором, искренны занятий, ну что он очень классно рисует, очень классно все объясняет, я думаю, что частично тоже вот этот навык, как вести занятия, я, конечно же, получила не только в институте неопсихологии и сознания нового времени, но и у Виктора, потому что у него именно такое живое общение, и я тоже за живое общение, и даже тот курс сам себе дирижер, которая написала мои ученики, ученицы, они удивляются, что так происходит, они говорят, о чем мы будем говорить, я говорю, у нас не гет-курс, какая у тебя проблематика, какие у тебя вопросы, какая у тебя боль, какие недопонимания, вот, на эту тему мы и будем говорить, поэтому сегодня с утра с одной своей ученицей я обсуждала тему деньги, правильное отношение к деньгам с моей точки зрения, а со второй мы начали тоже говорить про деньги, но когда я начала описывать картину оптимального мироздания и финансовых потоков, которые открываются по высшему с какой-нибудь я, она говорит, ой-ой-ой-ой, подожди, я так не могу, давай о другом о чем-нибудь, и у нее была проблема сна, мы работали на эту тему, соответственно, наши учебники тоже пишет сама жизнь, вы знаете, что в рамках курса сам себе дирижер, который был сначала задуман как индивидуальный для взрослых, но сейчас переформатировался как курс, хотелось сказать, молодежный, ко мне недавно зашла женщина моего возраста, универсальный, и мы будем по этому курсу писать учебники, и вот у нас уже есть две темы, сон, потому что сон – это не только отдых физического тела, это и взаимодействие с тонкими, низшими планами, астральными, и эти чудики, они роняли телефон моей ученицы, они шумели, выходила связь, стерялась, пытались вывести нас из себя, но мы уже люди осознанные и подключены к высшему аспекту, поэтому все прошло и проходит наилучшим образом. Соответственно, учебники тоже пишут «Сама жизнь», еще раз подтверждаю, что Фьорет «Доловита», был выбран правильный псевдоним. Как я выбирала псевдоним? Я сделала запрос. Я говорю, «Матушка, маму, пожалуйста, надо псевдоним». И мне идет информация, либо слова, да, я вспоминаю, ну, мысли, я голоса не слышу, либо образы. И я вспомнила одну из своих наставниц, которую звали Фьора Бенпорот. И я сложила дважды два, четыре, Фьора де Роза, Фьора де Роза как-то не алло, Фьора де Лавита, учитывая то, что у меня все аватарки, это цветок жизни везде стоял, я думаю, окей, да будет так. Но потом я писала, писала, и я понимала, что книгу он и она не может писать один человек. Только женщина. Должна быть мужская энергия. Поэтому я, когда мы обсуждали с Антоном его соавторство, его участие в книге, но он сказал, что я писать не буду, буду тебе помогать. Но он предложил вот это имя Артур. Я говорю, шикарное имя, учитывая то, что один из старостепенных героев, дядя Андрея, Артур, погиб на войне Карабахской. Но у нас планета Земля, поэтому мы географические точки не пишем. И даже, когда я пишу про ресторан Севен, я ни в коем случае не описываю, что это Лугану. Но кому надо, тот поймет. это я сказала, про псевдоним сказала, инфомер через культуру сказала. И вот когда дату А, двадцать первая. И вот, значит, я вот это вот легла, да, и началось занятие. И Виктор говорит, ТТТ, Плутон, ля-ля, вот там такая ситуация, вот когда Плутон был там-то-то, вот у моей там-то-то, ученицы, вот такое-то случилось, Плутон, ля-ля. Я лежу, мне вообще неинтересно. Потом он говорит, а вот когда у меня был Плутон там в таком-то знаке, я, у меня случилось такое-то. Я думаю, блин, вообще неинтересно. И я себя слушаю, чувствую, знаю, нахожусь в диалоге с собой, не первый год. И я думаю, так, по-моему, моя карма с курсом астрологии закончилась. И я понимаю, что не просто так я оплатила один месяц только. Я выключаю занятия и думаю, утро вечера мудренее, я еще с этой информацией похожу и с утра напишу письмо Ольге администратору курса и, соответственно, Виктору. И да, я послушала себя, я поняла, я на энергиях созидания, я в потоке. Да? И вот это вот у кого там дичь с Плутоном было, но неинтересно от слова совсем. И, да, на следующий день я проснулась, написала очень мега супер благодарственное письмо, потому что я помимо знаний получила очень много и опыта, и энергии, и открытия сердца. но вот когда 21 сентября я именно писала, что 21 сентября я уже знала, и я это назвала канва книги, да, что Мария родилась в 2000 году, 21 сентября, потому что я знаю, кто есть матерь мира, у меня давно в комнате обрамлённая висит картина Николая Константиновича Рерих, ну, репродукция, естественно, матерь мира, и вот сегодня у меня здесь стоит, у меня есть такой книжный алтарь, стоит картина Валерия Петровича Мухина «Покров матери мира». И я книги, когда писала, где-то шестая глава была, я потом вернулась ещё написала, вот, я написала две сказки, одна вот о камне, в которой эволюция человека показывается, рассказ о камне, ну, по сути, сон человека, ему приснилось, что он камень, рядом цветёт цветок, и он мечтает о том, чтобы стать цветком, на следующей ночь он просыпается, он уже цветок, а рядом сидит кошечка, например, или птичка, сейчас не помню, какое-то животное, но он мечтает, он становится этим животным, потом он мечтает, он становится человеком, и потом он, как человек, он смотрит на небо, любую, свежим заплачет, и он видит звёзды, и творец говорит ему о том, что когда ты станешь звездой, да, и когда ты станешь творцом, так же, как и я. Фух, в седьмом дне мы тоже описываем это, как ангел Андрея, он эту сказку видит по-другому, уже как ангел, и он тоже понимает, что ему есть куда стремиться. Так вот, и была ещё вторая сказка «Почему?» о покрове Матери Мира, да, то, что Матерь Мира, а у нас в религии это называется Богородица, женщина, которая родила Бога, каждая женщина является Богородицей, потому что каждый из нас это Бога-человек, человек-венец мироздания, и Иисус, Лого Солнечной системы, когда вошёл в тело человека, естественно, для него готовилась определённая семья, определённая мать, определённый отец, потому что не каждая женщина может вибрационно подобное притягивает подобное, притянуть такой великий дух, да, быть лоном матери из большой буквы для такого великого духа. А в сказке написано, что дети земли, рождённые от матери мира, от отца творца, лого-сон, лого-сона, они начали драться и ругаться. то есть мы говорим в наших занятиях, вот в тринадцатом занятии подробно рассказывают об циклах, об эволюции, о мирах, да, мире минеральном, мире растительном, далее у нас идёт мир животных, диких и домашних, и потом человек. И мы говорим, что первая эпоха полярная, там была цивилизация, но там не было раз, были облачки, вторая, я всё время забываю. Окей, там тоже не было раз, да, третья лемурийская, где мы расходимся на женское и мужское, и далее, соответственно, мы, нам дают разум, да, в конце третьей лемурийской расы. Вот когда нам дали разум, мы начали драться, и Матерь Мира удаляется. Видите, изображён покров, её глаз не видно, она не может это видеть. Вот, и извиняюсь, но так, я эмпат, я чувствую эту боль Мира. Я же Дева Солнечная. и она руками своей любовью держит планету Земля и ждёт, когда мы люди выйдем. Больше не буду рассказывать, что буду плакать, не хочу плакать. Дальше, следующий слайд. Нам два года. книжки. Книжки. Ручка. Понятно, что мы пишем не ручкой, но это символично, это символизм. И написано «Настольная книга для больших и маленьких человек». Ну, вы понимаете, что здесь две свечи. С одной стороны это два года, с другой стороны видите, одна свеча побольше, это он, одна свеча поменьше, это она, это нежность, это муза. У них горит огонь, агни-йога, огненная мысль, пламя, которое освещает невежество, освещает тьму. Две звездочки рядом. Знаете, сколько долго я искала, сколько я скачала этих иконок. Ну, вот, я выбираю так. И вот она розовенькая, да, потому что розовый цвет это цвет божественной любви, а он свет просто золота, да, потому что наши эти нимбы, наше энергоментальное информационное поле, оно желто-золотистого цвета. И у нас три шарика. Желтый, соответственно, великая прекрасная мысль. Отец, мать дают что? Третье дитя, божественная триада и наша книга семья, да, там отец, мать и дитя. А вообще у меня это еще складывается в слово дом. Дитя, отец, мать, отец, центр. мудр. Потому что без отца не бывает дитя. Да, и мать не может стать матерью. Она просто же женщина. Кстати, вот я когда название выбирала, мудрость жизни 21, точно так же. Я думала, думала, ну как я не думала, я попросила, и говорю, так, ну что, что, что. И да, я поняла, что мудрость, она не моя и не мир через культуру. Алексей Михайлович себя декларирует как чтец. Я себя декларирую как переводчик. И все мы собираем мысли, знания, которые есть вот здесь в пространстве. И если ты туда устремляешься, куда ты направляешь свой интерес, туда и там твоё ментальное поле находится. Поэтому их три. Голубой, бирюзовый это синтез, ну скажем, луч знания. Он такой может быть голубой, бирюзовый, синий. Я поэтому вот люблю его. А фиолетовый, сиреневый это луч трансмутации. И в седьмом дне мы подробно все лучи, все цветы всех ангелов объясняем и рассказываем. Вот. Так что Мудро 21 вот так. И дальше я показываю обложку. Это тоже произведение Валерия Петровича Мухина. Он тоже является моим соавтором и тоже является Артуром. Потому что Артуров много на планете Земля. Так и цветов жизни. И вот этих вот колец пересечений тоже неимоверное количество кармических узлов наших встреч. Поэтому я тоже говорю, никто тебе не друг, никто тебе не враг, но каждый человек твой великий учитель. Вот. О книге, о том, что это значит, эти пирамиды, их путь. Я вам тоже сейчас рассказывать не буду. Как я намечтала себе такого крутого художника. Я рассказываю, есть отдельное видео на полтора часа. Как пришел в мою жизнь Валерий Петрович Мухин, Андрей Козлов, который наш иллюстратор, главный дизайнер проекта, который уже сверстал мою рукопись. Ну, я же все время туда что-нибудь добавляю. Он говорит, так, все, Лисицына, угомонись уже. Я говорю, Андрей, ну дай мне еще немножко времени. Ну, мы еще будем работать над книгой, но пробная версия сделана, и она прекрасна. Вот. И вот этот шрифт, который он выбрал, потому что мы, древославяне, к сожалению, нам стерли флешку нашей памяти из века в век, из тысячелетия в тысячелетие против нас был заговор, потому что мы, да, здесь живем на Холиленде, мы добрые богатыри, муромцы, Евдокии и Ольги, Укерии и Анфисы, и поэтому многие мы поехали в Индию, чтобы вспомнить наши ведические, наши старославянские веды, и поэтому, да, мы взяли этот стиль индийский, я взяла золото антик, попросила Андрея, чтобы он нанес, потом задняя спинка книги нашей, это тоже «Синий кобальт» Валерия Петровича, из его картин мы собрали собирательным образом, сферы энергетические, мы их меняем в места, ну, короче, Андрея замучила, как вы можете понять, моя дева там поразвлекалась, подушки мои видны, диваны, моего любимого дивана. Далее, что хочу сказать, писала я, писала, все это разворачивалось наилучшим образом, закончила я писать, вот точку прям поставила, и последнее совещание у нас было, потому что жизнь сама пишет наши книги, Марьяна из Ростовской области переехала к своему мужу в Корею, и во второй книге «Семья» у нас будет и корейская пара, и северная и южная Корея, у нас уже есть имена, потому что у нас уже канва второй книги написана, и уже даже где-то процентов пятнадцать я тоже написала, у нас будут представители всех подрас, пятой расы, из Индии Лакшми, девушка, скрипач, в Европе учится, опять же, мы города не называем, но это понятно, вот, иранец, афганец, парень, перс, благодаря Корине Александровне Геваркян, я узнала прелесть вот этой цивилизации, и он яркий представитель ее, его историю, есть и вьетнамцы, все есть, всех цветов, и африканцы, естественно, тоже, вот, поэтому все вот это мы там написали, и двадцать первого июня ровно девять месяцев. Последнее совещание, я уже в Москве, и это образ Марьяна, она говорит, она на тот момент уже около десяти книг издала с подшипными, и она говорит, что мы, главные редакторы, менторы, принимаем роды, вот это дитя, и когда двадцать первого июня мы созванивались, я говорю, роды начинаются, Марьяна, у нас, кстати, сыновей даже одинаково забудут. Так вот, это всё произошло, я приняла решение, как я вам рассказывала, переехать в Сочи, и двадцать первого сентября 2023 года, я уже собирала вещи девятнадцатого, язык на плечо, двадцать первого я сделала запись, сейчас я вам тоже тут поставим, покажем с зонтом, вот, и потом я встречалась со своим другом Андреем, он тоже живёт в Швейцарии, он мне помогал первое время писать по Шагалу, потому что третий день, когда они становятся истинной парой Андрея и Мария, это происходит на выставке Марка Шагала, через его работы, через Беллу, женщину, которая летает в небе, да, козы и петухи, которые играют на виолончелях и на скрипках, а Марк Шагал говорит о том, что ребята, наших младших братьев мы должны туда всех наверх свистать, вот, и как через любовь женщина муза вдохновляющая и когда женщина и мужчина становятся он и она единым целым, тогда это единое начало созидает через любовь осознанно не по залету свое дитя у Андрея с Марины даже три дитя их выбрало и да, души невоплощенные, которым пришло время воплощаться, которые стоят в очереди, они смотрят на нас, человек, женщину, мужчину, как мы занимаемся любовью, грязным сексом или чем, и как мы это делаем, такие души нас и выбирают, закон мироздания подобное притягивает подобное, и мы сняли с Андреем небольшие ролики, вы увидите, я уже стала краситься в седину там, потому что я все время шоколадка была, вот, я там обесцвечивала волосы, они у меня там такие торчалки, вот, сняли три видео, маленькие фрагментики я вам покажу и прокомментирую их, и 23 числа было пять чемоданов из аэропорта Милану-Мальпенса, я долетела до Еревана, там были волнения, но моя прабабушка вышла замуж и жила в Ереване, моя двоюродная бабушка троюродная была бухгалтером в Ереване, и я делала, я беру на себя ответственность за землян в том числе, я пишу вам книгу, дорожную карту, как выйти из невежества, из мира материального, алчного, красотолюбивого, властолюбивого, как над златом не чахнуть, и я знала и понимала, что да, я переночевала в Ереване, а площадь этой республики, по-моему, она была достаточно пустая, рестораны были закрыты, потому что люди боялись, ждали волнений, я там помолилась так же, как я помолилась, когда в Ялту ехала, поддержала светом своего сердца это прекрасную гору Арарат, и на следующий день уже на прекрасном аэрофлоте я летела в бизнес-классе, одна была в этом меня угощали, я смотрела, было солнце, смотрела на землю, вот, и прилетела в Сочи, и вот я здесь живу, вот сегодня 21 сентября, 24-го, я вам ещё одно видео запишу, буду отмечать юбилей, как я здесь, что я здесь, и вот последнее время очень со многими людьми знакомлюсь в море, рядом с морем, на улицах реже, потому что на улицах все люди в гаджетах, вот так вот, вот, а на море мы разговариваем, такие души прекрасные, кармические встречи происходят, я думаю, ну где бы я ещё так могла познакомиться, 19 сентября в четверг я пришла со своим дневником на берег моря, написала письмо, раньше я писала письма себе, намечтывала себе мужчину, а сейчас я написала письмо благодарность мирозданию Сочи, духу Сочи, дельфинам, с которыми я разговариваю, общаюсь, написала, и я поняла, вот насколько, вот так будешь листать дневник, насколько меняются твои энергии, твои мысли, твои чувства, эмоции, всё, твой круг общения, друзья, мир становится прекрасным, я очень благодарна своей книге, что она меня прокачала, если бы не она, ну не знаю, делала бы интерьер, украшала бы квартиры, дома людей, тоже прекрасное дело, но я уже умею это делать, ну как-то это не так созидательнее, вот, познакомилась, была на птичинге по Новый год, там около 230 человек нас было, но очень много люди ещё пишут чернухи, чернухи, порнухи, детективов, детективы прекрасный тоже вид для того, чтобы понять причинно-следственные связи, я очень любила в детстве Конан Дойля, потом, когда беременная была, дома сидела, делать было нечего, я читала Маринину, вот, ну я понимаю, что всё во благо, и, да, два года, я надеюсь, что в 25-м году, когда мы будем уже в эпохе Водолея, я буду уже держать книги, вот моя приятельница, подруга Наташа Андрейченко, которую я заразила и помогала ей писать, она написала книгу, сейчас я смотрю, она уже в Москве, уже 21-го сентября случилась её презентация в закрытом формате, она уже съездила в Санкт-Петербург, уже книгу презентовала, и вот 23-го октября у неё в театре на Таганке будет презентация её книги, я надеюсь, что в сентябре 25-го года, я не надеюсь, я прошу матушку нашу о Вселенную, планету Земля, Матерь Мира, Отца, Солнце, Бабушку Луну и всех-всех наших братьев и сестёр помочь мне, чтобы явленно была эта книга, чтобы она уже лежала на полках магазинов, на выставке, которая в сентябре проходит, ярмарка книжная, в онлайне, чтобы она была, у нас на сайте она будет неоплатно, так же, как рукопись сейчас в Телеграме, букс, Артур и Фьора де лавито, QR-коды всё время мы размещаем, заходите, берите, читайте, если будут какие-то предложения, предлагайте, мы её ещё не сверстали, мы ещё шестой, седьмой, восьмой день вот сейчас начнём немножко трансформировать и корректировать с надеждой, так что благодарю жизнь, Фьору де лавито, всех вас, за это прекрасное время, за этот прекрасный поток, жизненный поток, необыкновенный, благодарю.